Уже в этом году сбором и утилизацией мусора в Хабаровске займется новый региональный оператор. Найти его было непросто из-за протяженности территории. Поэтому край разделили на 19 зон. Кроме Хабаровска в зоне обслуживания будет район имени Лозо. Перед тем, как приступить к работе, необходимо определиться с тарифами. Как заявил министр ЖКХ, края цифры не должны увеличиться. Наталья Приходько продолжит тему. Жители Хабаровской района имени Лозо начнут платить за вывоз мусора отдельно. Счет выставит новый региональный оператор по вывозу отходов. К работе он приступит к декабрю. Сейчас строка включена в общую квитанцию за содержание жилья. Управляющие компании должны будут исключить сумму за мусор. По словам министра ЖКХ, почти половина коммунальщиков могут этого не сделать. Это автоматически должно произойти. То есть, как только регоператор вышел, утвердил тариф и выставил первую квитанцию, автоматически из жилищной услуги эта ставка должна уйти. Мы будем привлекать, в том числе обращаться в прокуратуру Хабаровского края. Пока остаются сложности с расчетом частного сектора и юридических лиц. Предполагается, что в первое время они будут платить с учетом квадратных метров. Уже потом по факту. Региональный оператор будет обслуживать Хабаровской район имени Лозо, где также расположен полигон. Вывозить бытовые отходы, в том числе с контейнеров для раздельного сбора мусора, он будет и на переработку. В ближайшие годы в пригороде Хабаровска появится крупный мусоросортировочный завод. Земельный участок определен. Примыкает к сегодняшней мусоросортировочной станции, мусороперегрузочной станции северной. То есть люди уже привыкли, мусоровоз туда ходит, ходит, каких-то проблем, связанных с запахом и так далее, не возникает, потому что достаточно на большом удалении. Во сколько жителям теперь обойдется вывоз мусора, будет известно осенью, после того, как оператор согласует тариф в правительстве края. Он будет регулируемый. В районы и края мусорная реформа доберется только после того, как там построят полигоны и сортировочные центры.